Привет, друзья, с вами Дмитрий. Сегодня вышли игры Pokemon Scarlet и Pokemon Violet для Nintendo Switch. Это первые игры девятого поколения серии Pokemon, то есть таким образом мы вступаем в некую новую эру в рамках серии, в рамках серии этих замечательных JRPG игр. И сегодня вместе с вами я хочу начать прохождение Pokemon Violet, которое, как вы можете видеть, уже установлено на моей консоли. И по ходу прохождения я буду рассказывать о своих впечатлениях. Что ж, мне эта идея кажется отличной. Давайте начинать. Так, как всегда, как всегда, в последних играх нам предлагают выбрать из стандартных вариантов внешности. Сейчас введу свое имя. Пускай... Пускай будет Дмитрий. Так, смотрите, уже сейчас можно поменять лук. Лук, то есть внешний вид. Настроить глаза. Ё-моё, это что, Oblivion? Так, ну все. Сейчас я этим займусь. И вы посмотрите, чего я добился. В общем, пока я остановился на чем-то вот таком. Постарался сделать его более-менее похожим на себя, но посмотрим. Короче, подаем документы в ВУЗ. Да, в общем-то, поступаем в УВА Академию на английском языке с именем Дмитрий. Ну, в общем-то, полностью согласен. УВА Академия. Путь в будущее, пока оцениваешь свою индивидуальность. Время для тебя тоже — это нырнуть в мир покемонов. Простите, кстати, за кринж-перевод заранее. Просто я сам-то все понимаю, но когда надо прямо переводить, я в этом не сильно хорош. Директор Клевелл. Глава УВА Академии. Палдея — это регион с невероятной природой и потрясающими пейзажами. Да, это наш новый регион, Палдея, в котором мы будем играть. И это, конечно же, дом мистических созданий, известных как покемоны. Они живут здесь в больших количествах на самом-то деле. Да, здорово. Какой-то новый покемон. Не знаю, на самом деле, кто это. Я особо не смотрел, кого добавят в новом поколении. Покемоны могут быть найдены везде. В морях, в небесах и даже в городах и селах. Мы, люди, сосуществуем с покемонами, потому что помогаем друг другу жить и развиваться. УВА Академия находится здесь, чтобы помочь тебе узнать даже больше об этих партнерах. С нашими людьми из всех регионов мы учимся вместе. И как тренеры покемонов они устраивают битвы, чтобы узнать, кто лучше, видимо. В этой вселенной только так все вопросы решаются. Это мы знаем. В общем, нас приглашают в Академию. И, в общем-то... В общем-то, вот. Вступительный ролик такой был. Такс, ну что, друзья. Покемон Вайлит. Я вас поздравляю. Такс, да, регион действительно будет большим и интересным, судя по всему. Так, короче, пацаны. Девушки. Графон не завезли. Я уже вижу, что его опять не завезли. То есть... Ну ладно, ладно. Так, вот это, видимо, Академия наша. Наш Хогвартс. Ува Академия. Простите, кстати, если это не так называется. Если там правильно читать Юва, то ладно. В общем, легендарный покемон свалился в лужу. Отличное начало. Вот он я. Гэтап, вставай, вставай, встаем. Все, погнали. Погнали учиться в наш универ. Это пылинка на экране. Так, меня учат ходить. Так, кажется, я научился. Кстати, смотрите, Nintendo Switch. И цвета джойконов совпадают с моими. Очень мило. Так, телевизор. Что-то показывают. Ладно, пока не особо интересно. Погнали дальше. Так, пришел в гостиную. Пришел на кухню. И, как всегда, почти во всех играх на кухне у нас мать что-то делает. Моет посуду. Доброе утро, Димон. О, ты уже одет. Это твой первый день в новой школе. Нифига себе, это школа, оказывается. Блин, у меня даже университет так хорошо не выглядит, как эта школа. Я так за тебя рада. Ты хочешь, наверное, остудить свой двигатель. Блин. Все, погнали английские идиомы. Крутые всякие. Так, короче. Кто-то позвонил в дверь. И мне надо проверить, кто это. Осталось понять, где дверь входная. Давайте исследовать наш дом вместе. Так. Сам директор пришел серьезно ради меня. Простите за вторжение. Ты, наверное, мастер Дмитрий. Нифига себе, ко мне какое уважение уже. Я даже поступить-то не успел. Первый день еще не ходил. Короче, я должен извиниться за позднее прибытие. Возню с документами. И задержку в представлении себя. Я директор Юва Академии. Можешь звать меня мистер Клэвелл. Директор? И ты пришел персонально помочь моему сыну в первый день? Да, мама. Да, я такой важный. Короче. Он пришел просто передать какие-то документы. Которые мы не успели заполнить, видимо. Ладно, спасибо за пакетик. О, кстати, это первая игра в серии, где передачи каких-то предметов не выглядят как кринж. То есть, раньше просто чел, типа, руку давал. Ты тоже руку подставлял и что-то типа брал. Но в руке ничего не было. А здесь прямо пакет в руке. Вот это эволюция. Вот это мы реально дожили. Да, я готов все взять и все надеть. Так, вот он я. Вот я собрался. Вот я готов к новым путешествиям. В общем, директору что-то нужно от меня снаружи. Ладно. Интересно. Давайте посмотрим. Итак, дорогой покемон, время выйти из покебола. О, ты взял с собой? О, мне прям с порога предлагают выбрать. Ё-моё. Я не думал, что это будет так скоро. В общем, я ошибся. Все-таки эти... Эти стремные передачи они оставили отчасти. Ну, то есть, вы видели. Рука, рука. И в руке ничего нет. Ну, ладно, ладно. Хотя бы в начале было что-то такое более реалистичное. В общем, мне дали Rotom Phone. Это уже известная вещь. Из Pokemon Sword Shield. Там тоже это дело было. Кстати, оказалось, что мне пока что не дают сделать выбор. То есть, я не могу ничего с ними сделать. Только поговорить. Типа, вот так вот. И всё. Мне сейчас... От меня требуют пройти в дом. В следующий дом. Вот куда пошёл директор. Ну, я туда и направляюсь в таком случае. В общем, пришёл я в этот дом. Ничего себе. Вот это анимации. Всё, ребят, я не могу. Я выбираю кота. Ну, как можно выбрать кого-то другого? Ну, этот чел тоже ничего такой. Ну, и утка, в общем-то, ничего такая. Ладно. А вот это наша типа соперница, которую показали в трейлерах. Я не помню, как её зовут. Так, озвучку опять не добавили. Опять же, такие сцены выглядят кринжово. Персонажи открывают рты, но звуков не издают. В общем, девушку зовут Нимона. И она так-то не поступает в академию. Она уже здесь учится. Ну, по ней видно, что она старше. Да, да, пускай будем друзьями. Дайте уже выбрать. Ну, ё-моё. Дайте моего кота. В общем, всё. Мне дают выбрать. Ну, вот я не знаю. Я специально не смотрел, какие у них будут финальные эволюции в этот раз. Чтобы, типа, было сюрпризом, в кого будут превращаться эти покемоны. Но пока вот, вот на данный момент, несмотря ни на какие статы, ни на что, мне из них всех всё-таки больше всего нравится котик. Простите, но коты побеждают. Простите, если что, за кринжовый никнейм. Но я всегда как-то называю своих первых покемонов в этих играх. Просто для того, чтобы добавить им какой-то значимости, индивидуальности. Да, да, очень мило. В общем, естественно, меня пригласили на битву. Сейчас посмотрим на изменения в боевой системе, если на данный момент их будет уже видно. А пока я иду к месту битвы, можно заценить фреймрейт и графон. Ну, здесь, наверное, есть 30 фпс, но какие-то просадочки есть, когда я кручу камеру. А графон, ну, я не знаю, сами посмотрите. Оставлю, пожалуй, без комментариев. Так, меня подзывают. Ну что, погнали. Ну что, на данный момент... На данный момент я особых отличий от прошлого не вижу. То есть мы можем сражаться, можем посмотреть на статус, Можем посмотреть информацию об атаке. Интерфейс поменялся. Да, это заметно. Ну, посмотрим. Ладно, погнали драться. Ну, повезло. Или не повезло, не знаю. В общем, совпадение типов идеальное сейчас. То есть я без проблем, наверное, побежу этого Квакзлая, потому что у меня все-таки травяной тип, который побеждает водный. Кстати, если вы не в курсе, то всего есть 18 типов покемонов. И они все взаимодействуют согласно вот такой вот табличке, которую желательно выучить, чтобы всегда к ней не обращаться. В общем, это не было проблемой особой. Я победил. И сразу на уровень шестой перешел. О, посмотрите. Тут меня учат ловить покемонов. И все выглядит немного по-другому в этот раз. То есть я могу вращать камеру. В предыдущих играх я не мог этого делать. Я мог только наблюдать за вращающейся картинкой. А здесь я прям могу все осматривать, как в каком-нибудь Pokemon Legends Arceus. И даже вблизи осмотреть этого замечательного личонка, который реально классный покемон. Ладно, давайте сразимся. На самом деле, я думаю, этого достаточно. И можно бросать покебол. Ну все, личонка я поймал. Заодно зацените новый дизайн покедекса. Мне он реально нравится. Сейчас вам еще поближе его покажу. То есть здесь у нас такие как бы вот главы появляются. То есть смотрите, такие книжечки про каждого покемона. Причем у каждого своя какая-то картинка есть. Это прикольно. Это прикольно. Можно зайти, почитать информацию, разумеется. Массу, там рост. Посмотреть движения. Но это все как обычно. А вот сам дизайн мне нравится. По-моему, лучше, чем когда-либо. В общем, солнце против того, чтобы я снимал на своем известном вам столе. Поэтому я перешел в другую комнату. Давайте заценим фишку. Мне сказали, что я сделал. А, я выбросил покебол. В общем, мне сказали, что я могу бросаться своими покемонами в других покемонов. И таким образом начинать битву. Давайте попробуем. Ну, это реально работает. В общем, я просто продолжал гулять. И тут внезапно мистический крик мы услышали. Ну, это интересно. Давайте осмотримся. Оу, оу. Это же тот самый легендарный покемон с обложки. В общем, мне надо что-то ему дать, чтобы ему стало лучше. Ну, могу разве что. Сэндвич от мамы. Прости, сэндвич, но придется тебя потратить на реально важные вещи. На. Хм, интересно. Это создание с пиксельными глазами вообще ест еду. Интересно, кстати, узнать историю будет этого покемона. Потому что я и по трейлерам видел, что... Ну, он очень механический. То есть, его как будто сделали люди. Ну, посмотрим. Видите, у него турбины в ногах встроенные. Прикольно. Не смотри так надменно. Вы видели этот взгляд? Ладно, я сам выбрал. Такой тип глаз. Стой. Ладно, придется, видимо, идти в темную пещеру за ним. Хотя я бы не стал. И вообще надо идти в школу уже. Ой. Да, возглас забавный. В общем, Немона где-то очень высоко и далеко. Так, ладно, следуем за ним. Немона там восхищается всячески. Ой. Надо добавить яркость. Стадо этих покемонов-собачек. Я не помню их имя. Но я помню этих покемонов. Ладно, в общем. Прогнали. О. Классный покемон, кстати. Я его использовал в одной из игр. Ну, я не знаю, как мой травяной котик будет противостоять этой псине сейчас, конечно. По-моему, никак. Да. Так, игра, ты можешь не подлагивать? Хотя бы в кат-сценах, пожалуйста. Спасибо. Да, эпичная битва. Все, мы окружены. Но надо поорать на них. Давай. Вау. Поднимайтесь быстро. Ничего себе. Вот это звуковые эффекты. Кстати, это уже вторая, если я не ошибаюсь, игра серии, в которой нас спасает от передряги легендарный покемон. Это еще было, помню. В покемон Сан Мун, ну, Ультра Сан Ультра Мун, где нас Тапу Коко спасал с моста. Помните? Я думаю, Олды вспомнят. Все, он уснул. Или энергия сэндвича закончилась. В общем, я познакомился с сыном, с надменным сыном какого-то профессора покемонов, который изучал этого легендарного покемона Мироидона. Его так зовут. И, в общем-то, вот, да. И он предлагает сразиться. Ну, в этой вселенной все вопросы решаются только так. Только битвами покемонов, естественно. Ну, давайте это сделаем тогда. Ой, какая милая белочка. Да, в битвах с тренерами, как вы можете видеть, я не могу вращать камеру. Она вращается автоматически, как было и всегда. А вот в битвах с дикими покемонами так уже можно делать. То есть, больше реализма и сцена не меняется. Ну, давайте попробуем победить этого тренера. Видимо, это не будет сложно. Да, без проблем. Так, яркость еще поменьше сделаю. Да, это победа. О, ничего себе. Оказывает этот человек, судя по всему, еще и тренер Мироидона, потому что у него есть его покебол. Что? Ладно. Ладно, это интересно. В общем, теперь... Теперь это мой покемон. Круто. Так, с самого начала. А еще он говорит, что владение этим покемоном это проблема. И теперь она наша проблема. Ладно. Окей. Здорово. Ладно. В общем, теперь у меня есть его покебол. Ну что, друзья. Я забрался на маяк. Отсюда видна, видимо, изрядная часть региона. По крайней мере, южная его часть. И на этом я пока предлагаю закончить. То есть, я уже могу рассказать вам свои первые впечатления. Но, во-первых, графон не завезли. То есть, мы сейчас можем видеть. Давайте я приближение сделаю. Кстати, если вы не знали, такая функция в настройках включается. Короче. Мыло. Лесенки. Все, как в покемонах, мы любим. Графон не завезли. К тому же, игра работает, судя по всему, в 30 кадров в секунду. Ну, как я понял. И при этом я часто замечал уже просадки FPS. То есть, особенно, когда вот сейчас смотрю на все это множество объектов, вы можете видеть, что кадры немножко проседают. Ну, такое себе. И даже в катсценах они иногда проседают. Ну, я очень надеюсь, что это все пропатчат, потому что обычно в покемонах диких просадок никогда я не наблюдал. Конечно, были, естественно. Но здесь что-то довольно часто они встречаются и как-то подбешивать начинают. А в остальном, боевая система. Ну, о ней я пока мало знаю. То есть, хотелось бы посмотреть на эти фишки анонсированные. Типа терростолирование. Главная вообще фишка, судя по всему, этого поколения. Как в прошлом у нас был Гигантомакс и Динамакс. А здесь у нас терростолирование. Также автобитвы. Тоже интересно. То есть, можно будет просто идти, и ваши покемоны будут сражаться с дикими покемонами, получать опыт. И вам от этого только плюсы будут. Так что, наанонсировали кучу вообще крутого. К тому же, приключения вместе с друзьями. То есть, вы можете вчетвером теперь полноценно играть вместе. Вот это реально очень круто. Полноценный, наконец-то, мультиплеер в покемонах появился. Но это все мы, я думаю, заценим в будущем. Я обязательно сниму еще одну, а может даже не одну демонстрацию, когда поиграю больший промежуток времени и смогу рассказать вам о большем числе фишек. Все. На этом пока все. Всем спасибо большое за просмотр. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok